Барнаульская школа искусств Несмотря на большое желание выйти на протестную акцию, говорить на видеокамеру и называть свои фамилии, учителя отказались. Только по телефону и анонимно. По словам преподавателей, надбавки и премии у них, конечно, бывают, но нерегулярно. Да и общего положения это не спасает. К тому же не задерживаются в стенах школы и молодые педагоги. Отпугивает низкая зарплата. Аналогичная ситуация, как заверили нас и в других школах искусств города. В Краевом объединении профсоюзов педагогов поддержали и даже помогли составить обращение к ИО главы города Вячеславу Франку. Документ уже подписало 97 человек. Минимальный размер оплаты труда. Сейчас он у нас 11 280 рублей плюс районный коэффициент. Это норма для неквалифицированных работников. Уборщик, дворник, вахтер. Это норма, которую меньше работник не может получить. Но, к сожалению, сейчас при таких низких должностных окладах получается эта норма уже и для высококвалифицированных специалистов, чего не должно быть. Чуть раньше администрация города, которая и отвечает за установление размера оплаты труда педагогов, пообещала размер оклада увеличить, но лишь на 4,3%, что все равно ниже МРОД. Поэтому преподаватели уже наметили следующий решительный шаг. 7 октября педагоги выйдут на митинг, чтобы напомнить о своих требованиях. Причем эта акция пройдет во Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд. Правда, когда и где конкретно эта акция пройдет, пока еще неизвестно. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.